День добрый, дорогие мои друзья, дорогие мои гости. Я очень-очень рада встрече с вами, рада приветствовать вас в новом, я надеюсь, счастливом дне. И хочу сразу объяснить, почему у нас с вами в четверг не состоялось творческого чтения, как это обычно бывает. Дело в том, что 22 июня, ровно три года назад, как не стало с нами, нашей маме, мы. И поэтому день вчера был посвящен памяти нашей мамы. Вот, для всей страны это день скорби, печали, а для нашей большой семьи вот еще такой день. Кто помнит, что я уже однажды говорила, после того, как умерла наша мама, мы нашей большой семьей решили, что в последнюю субботу июня будем собираться все вместе, все поколения, после наших родителей тоже четыре поколения у мамы с папой были праправнуки, и есть они. И вот так встречаться, потому что такие встречи очень-очень нужны. Ведь мы разбросаны по всей стране, а в этот день по возможности будем собираться вместе. В прошлом году такая встреча у нас уже состоялась. Если кому-то из вас, может быть, интересно будет посмотреть, то можете отмотать видео назад, и там 10-минутное видео я снимала, потом соединила эпизоды, рассказала, показала своих родственников, родных, больших и маленьких, и как мы проводим это время. Посмотрите, пожалуйста. Так вот, эта семейная встреча должна была у нас состояться и завтра, но она отменяется. Так случилось, вот такое стечение обстоятельств, что 22 июня умерла наша мама, и вчера ночью умерла мама у нашей снохи. Видите, как совпало, что даже вот две мамы и в один день, и поэтому какие могут быть такие развесительные мероприятия, когда у нашего тоже родного человека, у нашей снохи вот такое горе. Мы должны, конечно, быть вместе и вот эту печаль с ней разделить. И, конечно, чтение своей я отменила, хотя был подготовлен рассказ, но ничего, у нас еще будут четверги, и мы с вами обязательно-обязательно встретимся. Вы знаете, может быть, кто-то из вас уже подумал, что вот такие встречи по четвергам отменяются. Нет, конечно, просто они сейчас немножко у меня не так регулярные. Опять же, так случаются вот такие совпадения, что какие-то важные очень дела у меня случаются по четвергам. Даже не знаю, почему именно так. Хотя себе, наверное, я нашла объяснение. По четвергам вечерами вместе с Болгаром, Соборной я читаю и молюсь Акафистом Николаю Угоднику. Это именно день, посвященный вечером Николаю Угоднику. И, наверное, вот эти дела мои важные, помощь святителя в важных делах. Пусть то какие-то бумаги подписываются или еще какие-то дела, но он вот так помогает, он защищает. И я вот нашла себе такое объяснение, что в последнее время именно важные дела по четвергам. Ну вот говорю, говорю вам так много. А вообще, мои дорогие, я хотела вам сейчас показать фотографии своей семейной мамы, папы, раз уж вчера был день памяти мамы, а завтра, 24 июня, день памяти папы. Это его день рождения. Вот эта наша семейная встреча должна была как раз состояться в завтрашний день. И так вот, опять же, случилось, что 24 июня, день рождения моего папы и моего тоже родного брата. Вот так у нас в семье. У родителей нас вообще девять детей. Ну, Царствие Небесное старшему брату. Мы собираемся, мы встречаемся, мы дружим все между собой, братья, сестры, снохи, зятья. Мы единая большая семья. И очень рады тому, что наши дети дружат между собой. Теперь уже даже, допустим, мои внуки, внуки, сестер, братьев. У нас так все перемешано. И мы надеемся, что вот эта дружба между нашими детьми будет продолжаться годы, чтобы они так же встречались и дружили. И мама с папой этому очень-очень рады, глядя на нас с небес. Потому что во всех четырех поколениях, а будут еще поколения, течет мамина и папина кровь. Мама с папой всю жизнь с 48-го года по 12-й год 2012-го, пока папа не умер, были вместе. Вот считайте, сколько лет папа всегда к маме очень нежно относился. И вообще они очень уважали друг друга. И при нас дети, у нас все-таки столько детей, да, столько любви, нежности нам дали, о которой мы все-все вспоминаем с такой благодарностью. Где-то нас поругивали. Ну, я так как младшая, мне уже как-то так сильно-то ничего и не досталось. Я имею в виду, что где-то там поругали или еще что-то. Ну, вот. Потому что в большой семье, когда много детей, это же понятно, что все случается. И ссорятся дети. Но всегда у мамы, у папы мы могли найти утешение. Папа всегда мог справедливо все разобраться. И как-то так. И вот маму он так очень-очень... Он всегда говорил, что самое важное на свете это женщина. Мама. Вот с нее все начинается. Вот так. А хочу показать вам фотографии. Идемте. У меня вообще по квартире много-много фотографий. Как вы уже заметили, наверное, вот. И здесь на холодильнике, и на полочках. Мне, когда я передвигаюсь по квартире, мне всегда важно видеть, встретиться. Хочу сейчас вам показать небольшую такую свою дверь.